Привет всем, вы на канале AndroNews. Я обещал вам записать это видео достаточно давно, но проблема была в том, что у меня на руках не было финальной версии Meizu 16. Сейчас же у меня полный комплект лучших, на мой взгляд, смартфонов до 500 долларов на сегодняшний день. Я готов устроить батл между ними. Погнали! В сравнении примут участие, как я уже сказал ранее, Meizu 16, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8 и Asus Zenfone 5Z. Но перед этим я вам хочу прояснить ситуацию с ценами внутри наших стран, и на Алиэкспресс, потому что сравнение до 500 долларов актуально только для последнего варианта. Таблица с ценами перед вашими глазами. Для некоторых смартфонов разница в цене несущественная, даже если брать во внимание серый вариант. Я уже не говорю о ценах от официалов. И, кстати, официального ритейлера OnePlus в Украине нет. И тут я хочу сделать небольшое отступление. Какого хрена вообще такая разница в цене между официалами в наших странах? И как мне вообще потом подводить итоги? Наверное, я попросту не буду учитывать этот момент, потому что в комментариях потом начнется настоящий холивар. Ну а вы при выборе устройства можете воспользоваться сервисом e-catalog. Это отличный сервис с фильтрами по брендам, стоимости, отдельным параметрам и так далее. В общем, рекомендую. Сравнение я буду делать по следующим параметрам. Дисплей, скорость работы, троттлинг и нагрев корпуса, время автономной работы, звук и камера. Сразу отвечая на вопрос, ранее я тоже делал подобное сравнение, зачем повторяться? Ну, во-первых, за все это время OnePlus 6 обновился до девятой версии Android. Zenfone 5Z также получил существенные обновления. В прошлый раз не было Meizu 16-го и вместо Mi 8 принимал участие Mi Mix 2S. Поэтому я думаю, что данное сравнение будет интересным. Каким образом мы будем определять победителей? В принципе, тут все просто. Тот смартфон, который наберет больше всего баллов по итогам наших тестов, тот и станет победителем. Погнали! Итак, первый и самый тяжелый пункт нашего сравнения – дисплеи. Почему тяжелый? Да потому что экраны всех смартфонов реально хороши. Но поскольку нам нужно определить лучшие из них, пришлось проводить весьма задротливые тесты. И это только усложнило задачу. Допустим, у Asus, если смотреть на дисплей под прямым углом, на максимальной яркости – самый правильный белый цвет. Плюс, если смотреть на изображение с градиентом, у него самый плавный переход от одного цвета к другому. В то время как у конкурентов видны какие-то полосы. С другой стороны, если отклониться хотя бы на 30 градусов, цвета на Asus инвертируются, особенно черный. И в этом случае у оппонентов картинка выглядит намного лучше. Среди трех AMOLED'ов мы так и не смогли определить лучший дисплей. Мы несколько раз меняли свое решение. Но все-таки остановились на варианте, что на каждом из этих смартфонов можно настраивать цветопередачу под себя. Если смотреть на вариант по умолчанию – да, у OnePlus цвета перенасыщенные. Но для этой ситуации есть в настройках режим sRGB. Короче, экраны трех этих девайсов очень похожи и одинаково хороши. Зато мы убедились в том, что калибровка цветов в глобальной прошивке Xiaomi Mi 8 явно пошла ему на пользу. Следующий пункт нашего сравнения – скорость работы интерфейса и работа с оперативной памятью. В этом пункте мы определим, какой из смартфонов быстрее всего открывает приложение и как держит их в фоне. Недавно мы уже проводили данное сравнение, поэтому интриги здесь не будет. При поощрёдном запуске 20 одинаковых приложений, MISU 16 справился быстрее всех. После финишировал OnePlus, далее Zenfone 5Z и последним завершил тест Mi 8. И вот тут многим может показаться, что разница между ними не так велика, чтобы, допустим, один из смартфонов получил целых 4 балла, а другой, допустим, 1 балл. С другой стороны, ребят, все эти смартфоны из одного ценового сегмента. Это нормально, что они отличаются друг от друга несущественно. Но поверьте мне, что в повседневной эксплуатации OnePlus реально работает чуть быстрее, чем тот же Mi 8. Поэтому, на мой взгляд, всё честно. Далее у нас по плану тест на нагрев и тротлинг. Как всё будет происходить? Я хочу сделать максимально объективный тест. Для этого нам нужны реальные сценарии использования, а не синтетика. Сначала мы запустим бенчмарк Antutu, для того, чтобы задать точку отчёта. После на каждом из смартфонов мы будем играть в PUBG по одному часу и делать замер температуры корпуса. Ну и по завершению теста мы ещё раз запустим Antutu, для того, чтобы понимать, сбросил процессы частоты для уменьшения нагрева или нет. Если цифры не будут отличаться от первоначальных, тогда окей. Если будут, тогда не окей. Впрочем, схема довольно стандартная. Разумеется, весь тест я вам демонстрировать не буду, только покажу результаты, ну, с целью экономии времени. После часа игры и лицевые, и тыльные панели смартфонов нагрелись плюс-минус до одинаковой температуры. Явного аутсайдера, как и лидера, мы определить не смогли. В районе процессора, на всех аппаратах, температура держалась от 40 до 44 градусов. В плане троттлинга он есть, но минимальный. На игре он не сказывается, в синтетике весомых просадок также нет. Поэтому результаты данного теста мы учитывать не будем, так как все смартфоны справились с задачей плюс-минус одинаково. Вот мы и плавно подошли к тесту времени автономной работы. Некоторые данные я буду брать с уже существующего теста, который мы проводили ранее. На мой взгляд, он максимально объективен. Если вы не в курсе, что это за тест, рекомендую ознакомиться по ссылке в описании, либо же в конце я оставлю ссылку на это видео. Если вкратце, на каждом из девайсов, без передышки, мы запускали одинаковые сценарии работы, вплоть до полного разряда аккумулятора. Теперь наша таблица пополнилась тестом Zenfone 5Z и рядом других устройств, но об этом чуть позже. По итогам, Mi 8 продержался дольше всех, после завершил тест OnePlus, за ним Meizu 16 и аутсайдером в этом тесте оказался Zenfone 5Z. Вот так бывает, зато Zenfone Max Pro M1 показал себя как бог. Но в этом тесте он не участвует. Далее у нас по курсу тест звука. Тут я вас долго мучать не буду, потому что звук мы будем тестировать исключительно из мультимедийных динамиков. В наушниках не стали, потому что, как правило, это субъективно, да и многое зависит от самих ушей. В этом тесте явными лидерами являются Meizu 16 и Zenfone 5Z. Но даже если особо не вслушиваться, всё-таки заметно преимущество Meizu. После них идут Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6. Они оба на фоне лидеров теста звучат одинаково плохо. Вот и настало время самого интересного. Сравнение камер. Сравнять мы будем только фотосъёмку основных камер, ну, потому что по статистике всё остальное менее важно. И сравнение камер – это только один из пунктов нашего сравнения, без какого-либо серьёзного упора на этот тест. Перед вашими глазами таблица с техническими параметрами камер, для того, чтобы вы понимали разницу в сенсорах, светосиле и так далее. Делать тест мы будем без каких-либо сторонних приложений, только базовыми от производителя. Мы сделали три фото в условиях дневного света и четыре в условиях недостаточной освещенности. Оценивали мы их по трём основным критериям – цветопередача, динамический диапазон и детализация. Скажу вам, как есть. Разница между фото заметна, даже если особо не всматриваться. Алгоритмы работы камер у них совершенно разные. На фото, полученных при помощи OnePlus и Meizu, видна повышенная контрастность, в то время как на Xiaomi и Asus всё выглядит намного естественнее. Странно, но практически на каждом фото Zenfone 5Z не хватало детализации. При кропах видно мыло. И дело не в том, что кадр получился смазанным. Видно, проблема в ПО. Причём ранее в этом плане всё было заметно лучше. В условиях недостаточной освещенности у Xiaomi всегда проблемы с динамическим диапазоном. То есть HDR на нём работает следующим образом. Фото получается не пересвеченным, но за счёт этого не видны детали в тёмных участках. Как будто экспозиция настраивается по самому светлому участку кадра. Другие же смартфоны делают иначе. Светлые участки получаются пересвеченными, зато динамический диапазон у них шире. В этом плане мне понравился Asus. Это, можно сказать, золотая середина. Если говорить о правильности фото, объективно лучшим является Xiaomi Mi 8. Всё остальное дело вкуса. Больше примеров фото в исходном качестве вы сможете найти по ссылке в описании и сделать своё сравнение. По итогам наших тестов первое место занял Xiaomi Mi 8, второе Asus Zenfone 5Z, третье Meizu 16, четвёртое OnePlus 6. Теперь самое интересное. Нужно почитать суммарное количество баллов и определить, какой из этих смартфонов самый крутой. Ну, если смотреть на результаты наших тестов. По дисплею мы решили поступить следующим образом. Поскольку разница была несущественной, Meizu 16, Mi 8 и OnePlus получают по 4 балла. А Asus 3 балла. Просто потому, что под углами у него жучно творилось с изображением на дисплее. Ну и инвертируется чёрный цвет за счёт матрицы. Всё это реально бросается в глаза при сравнении лоб в лоб. По скорости работы лучше всего себя показал Meizu 16, потом OnePlus, Zenfone 5Z, ну и аутсайдером стал Xiaomi Mi 8. Троттлинг и нагрев мы, получается, пропускаем. Тут нет ни победителей, ни проигравших. В тесте времени автономной работы лучше всего проявил себя Xiaomi Mi 8. Поэтому он получает 4 балла. OnePlus 3, Meizu 16 2 и Asus 1. В плане звука нам больше всего понравился Meizu 16. Чуть хуже звучит Zenfone 5Z. Ну а Xiaomi и OnePlus в этом тесте оказались лузерами. По камерам первое место занял Mi 8, второе Zenfone 5Z, третье Meizu и четвёртое OnePlus. Итого, Meizu 16 набрал 16 баллов, OnePlus 6 12 баллов, Xiaomi Mi 8 14 баллов и Zenfone 5Z 12 баллов. Признаю, что с самого начала я хотел включить в данное сравнение наличие функции NFC. Я бы на самом деле так и сделал, но потом посидел, подумал, в комментариях начнётся просто лютый трэш, вы уже задолбались со своим NFC, куку-ку и так далее, и решил отказаться от этой идеи. Пускай же люди сами определяют, насколько для них важна данная функция. Потому что если следовать этой логике, можно было бы понаставить минусов, допустим, Mi 8 за отсутствие аудиоджека. И в этом случае победил бы Asus либо OnePlus. Опять-таки, сделать подобный тест полностью объективным невозможно, потому что по некоторым пунктам окончательное решение в любом случае должен принимать обзорщик. Мы старались, ну а финальное решение уже остаётся в любом случае за вами. Потому что есть такие моменты, допустим, как внешний вид устройства, материалы корпуса, интерфейс, функциональность интерфейса, дизайн интерфейса и так далее. И всё это субъективно. Всё, что мы могли сравнить, мы сравнили. Всё остальное зависит непосредственно от вас. Допустим, для примера. Несмотря на результаты этого теста, я в любом случае остаюсь на OnePlus, потому что мне тупо нравится интерфейс OxygenOS. И всё. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и да пребудет с вами Android. Пока-пока.